А ещё вопрос. Однажды наша учительница сказала, что варна мало — это священное и используется в упасане, я помню, и в ней содержатся и благоприятные молитвы Мангала Чарана. Об этом можно буквально пару слов попросить сказать? Вот это меня заинтересовало, что варна мало используется в упасане. Я конкретно услышал эту фразу. Это тема очень глубокая, но я постараюсь рассказать о ней очень просто. Я узнала от старших, старшие мне рассказали, они сведущие в этом вопросе. В этом вопросе есть два уровня. Первый. Когда мы произносим варна мало, мы касаемся всех мест артикуляции. То есть в этом ответе есть две части. Первая часть заключается в том, что алфавит заставляет вас задействовать всю область ротовой полости. То есть вы прикасаетесь ко всем областям ротовой полости. В зависимости от того, каких мест артикуляции мы касаемся, когда произносим те или иные буквы, активизируются те или иные участки головного мозга. Мы активизируем мозг, потому что каждый участок отвечает за какой-то участок. То есть как бы все связано, поэтому мы как бы полный цикл проводим. В общем, наши пять мест образования звуков дают возможность охватить все. То есть получается нам неизвестен другой язык, и другой алфавит, который дал бы такой охват. Полный охват. А его очередность уникальна. Транскритская алфавитная очередность уникальна тем, что она упорядочена научно. Нету в мире другого алфавита упорядоченного научно. Остальные возникали, судя по всему, хаотично. По сравнению с упорядоченностью санскрита. Далее. Есть еще один уровень. И это... Нет ни единой буквы, которая не была бы мантрой. Нет звука, который не является мантрой. Есть некое изречение, что нет звука вне мантры. Нет звука, который не является частью мантры. Итак, каждая буква несет в себе определенную силу шакти. И когда мы систематически пропиваем варнамалу, то в нас производится соответствующий эффект, который несет в себе каждая буква. Итак, это второй ответ. Но есть еще один уровень. Уровень упасаны. То есть, когда мы пропиваем всю варнамалу, то мы получаем благоприятный эффект от всех букв. Например, мы произносим Пачакшир мантру, Шива мантру. Мы говорим, что она состоит из определенных элементов, которые производят в человеке соответствующий эффект. Когда мы говорим Рама Рама, Рама мантру, то она обладает силой освобождения. Тот, кто произносит мантру Рама Рама, постоянно, не считая всю жизнь, постоянно, непрерывно, то эта мантра имеет силу освободить весь мир. Так мы составляем мантры. Теперь же, что касается упасаны, третий уровень. Буквы, кто-то мне рассказывал, есть процесс медитации, когда садхака визуализирует, видит лотус с таким же количеством лепестков, сколько букв в санскрите. 50, больше 50 букв. На каждом лепестке видят соответствующую букву. А, А, И, И переходят от одного лепестка к другому. Вот такой есть процесс медитации. Он очень могущественный. Я деталей не знаю, но я слышала об этом. Я сама не практиковала. И так это уровень упасаны. Ну, то есть третий подход – это как раз визуализация, да? И визуализация Акшар на лепестках лотоса и прокручивание их внутренним взором. И затем, когда мы произносим варнамалу, то она приносит хороший эффект, хорошую концентрацию и прочие другие результаты. Поэтому мы решили пропивать варнамалу. И тот человек, который рассказал мне о процессе медитации, он делает это каждый день. И если вы не знаете никакие мантры, то просто воспевайте перед Богом варнамалу «А-А-И-И-У-У-Р-Р» и так далее. И все буквы. И скажите «Вот, Бхагаван, это моя мантра тебе». И тогда тоже будет прекрасный результат. Вау! Вот это да! Субтитры создавал DimaTorzok Папа бапа ма, яра лава шаха саха Ааааи и урррр луэ ай оооо ам аха Собильная музыка Продолжение следует...